Без прошлого нет будущего. Не зря люди говорят, что нужно учиться на своих уже пройденных ошибках. Для этого и нужна такая наука, как история. А возможно ли открыть что-то новое в прошлом и чем сейчас занимаются историки? Здравствуйте. Вы смотрите ток-шоу «Твердый знак» и мы его ведущий Роман Полинсков и я, Виктория Новикова. И хочу представить нашего сегодняшнего главного гостя. Это директор Института международных отношений и истории востоковедения Рамиль Равилович Хайрудинов. Добрый день. Рамиль Равилович, скажите, пожалуйста, чем сейчас должен заниматься вообще настоящий историк? — Историк — это замечательная профессия, у которой нет границ. И поэтому те, кто получил соответствующее образование, на самом деле очень счастливые люди. Потому что они занимаются не только культурным наследием, не только прошлым, но они творцы сегодняшнего дня и будущего. Поэтому абсолютно справедлив афоризм, который говорит, что профессия историка была и есть и будет востребована. Дело в том, что все, что не происходит, это остается не только в памяти, это необходимо проанализировать. Поэтому сегодняшний историк — это прежде всего эксперт, аналитик, серьезный ученый. — На базе Института сейчас существует, наверное, больше 12 научно-исследовательских центров. И один из самых успешных — это ресурсный центр по развитию исламского и исламоведческого образования. В чем его уникальность? — Вы правы. Наш Институт международных отношений, он очень яркий институт, большое количество направлений. Он действительно как радуга, богатый палитр, различные направления и культурологические центры, которые связаны с изучением языка, культуры того или иного региона. Например, Институт Конфуция, есть центры криведения, японистики и так далее. Но есть базовые центры, которые мы называем центром превосходства. Я думаю, о них мы будем говорить детально и в последующих передачах. Я бы отметил ресурсный центр, буквально недавно созданное «Всемирное культурное наследие». Это действительно существенный шаг и на сегодняшний день уникальная для России площадка, где мы развиваем знания о культурном наследии. И кроме того, есть центр развития компетенции, где мы даем очень широкую линейку языков. Но и такой старожил, наиболее стабильный на сегодняшний день ресурсный центр, очень востребованный. Это Международный координационный центр «Исламика». Это центр превосходства. В его состав вошли значительное количество различных кафедр, направлений, творческих групп. Ну и я, если вы позволите, чуть позже, наверное, более детально расскажу. То есть ресурсный центр по развитию исламского и исламовического образования – это какая-то ветвь другим? Она первооснова в создании нашего центра превосходства. Но я здесь не просто обязан, это не мой долг. Идея создания ресурсного центра возникла в диалоге с нашим ректором Мишат Равкачем Гафуровым. Дело в том, что достаточно давно в России, и в том числе в Татарстане, реализуется государственная программа по подготовке специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама. С 2007 года она вот стартовала, и на протяжении всего долгого времени она досталась нам по наследству от нашей коллег из педагогического университета в 2010 году. И представляет собой программу подготовки и переподготовки кадров в области исламовического и исламского образования. И вот в беседе с Ишат Равкачем он задал совершенно правильный вопрос. Ромир Иванович, а что останется в сухом остатке? Вот мы же с вами не для того здесь находимся, чтобы распределять средства. Нужен же действительно некий такой центр, вокруг которого мы могли бы собрать не только научные коллективы, не только образовательные, но и вступить в диалог с властью, с обществом, с мусульманской умой. И действительно ресурсный центр, он разжался вначале на бумаге, а затем вместе с Ишат Равкачем мы поехали в Москву, Министерство образования и науки Российской Федерации, и смогли убедить наших коллег о необходимости создания первого в России ресурсного центра по развитию исламско-исламовического образования. Наверное, в нескольких позициях он был первым, то есть, наверное, и при университетах тем более, нигде чего-то подобного не существует. Конечно, какие-то центры, какие-то кафедры всегда отвечают за реализацию этой программы. Я просто буквально в нескольких фразах скажу, в чем заключается программа. Вот с прошлого года в эту программу включился Московский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный, Казанский федеральный, наши коллеги из Уфы, Педагогический университет и Пятигорский лингвистический. Это вот базовые площадки на территории всей России, которые отвечают за партнерство и взаимодействие с нашими коллегами, религиозными образовательными учреждениями. Поэтому есть и у нас свой партнер по Татарстану, Российские исламские институты и Казанский исламский университет. Но на самом деле поляна наша, площадь, территория работы, ареал, он значительно шире и охватывает не только Поволжье, но на сегодняшний день опыт, знания, наши методики, они воспринимаются и в Центральной России, и на Кавказе, не говоря уже о Поволжье. А почему сейчас все-таки главный акцент делается именно на ислам? Вот есть какое-то именно это? Есть. Дело в том, что если подходить академически, здесь несколько пластов, на самом деле, и духовные, и социальные, и экономические, и политические. Так или иначе, духовная сфера, она на сегодняшний день является определяющей, в том числе и будущего развития России. Дело в том, что так сложилось, что духовная сфера исламская, она прошла через эпоху забвения атеистического, и достаточно долго и трудно идет процесс восстановления. Созданы многочисленные МКТБ, Медресе, есть и высшие центры, но, по большому счету, лишь в последние десятилетия складывается система исламского образования, и мы стали воспроизводить священнослужителей, имамов, которые могут обслуживать духовные потребности людей. А мусульманское сообщество, Россия, оно очень большое. И действительно, какой методики, какие образовательные программы, в начале 90-х вы знаете, решалось это за счет отправки молодых людей за рубеж, Египет, Саудовская Аравия и так далее, и возвращались коллеги с разными подходами, в том числе и к тем традиционным ценностям, которые существуют в нашем обществе. Это неплохо, нехорошо, но мы подошли уже к той стадии, когда имеем возможность и реальные площадки для подготовки собственных специалистов и возрождения традиции татарской богословской мысли. Я считаю, что функция государства, она здесь и сказалась, как позитивная. Общество пошло навстречу мусульманской умме и помогает посредством светских университетов, учреждений готовить соответствующие кадры высокого уровня. Речь ведь идет не только о подготовке специалистов, которые разбираются в коранических науках, умеют читать Коран, толкование, логика и так далее, и так далее. Там значительное количество дисциплин. Но мы готовим широкого специалиста с кругозором, с мировоззрением. И здесь без помощи ученых, сложившейся системы исламоведения, наверное, было бы очень сложно. И один из результатов совместной деятельности, ну да, мы подошли к этапу, когда в системе религиозного исламского образования появляется высшая ступень. Это вот Болгарская исламская академия, о которой много сейчас говорят. Если будут вопросы, я с удовольствием отвечу, как происходит этот период создания. Но теперь мы можем с уверенностью сказать о том, что сложилась система исламского образования от начальной, общей и до высшего уровня. И это очень хорошо, потому что потребность в наставниках, потребность в образованных молодых людях, она в наших общинах очень велика. То есть, получается, на базе тех же самых ресурсных центров как раз-таки и готовятся эти специалисты? Да, мы создаем все условия. Мы сопровождаем эту программу. И когда я говорил о Большатровкаче, он действительно поставил задачу создать на базе нашего института некую площадку, это большая территория, это действительно прекрасно оснащенная аудитория, это возможность реализовывать любые программы по подготовке, переподготовке, обучению, проведению мероприятий, конференций. И на сегодняшний день наш ресурсный центр, он и стал той площадкой, которая объединила самые различные не только организации, не только ведомства, но и религии. Дело в том, что наши гости и коллеги, и партнеры, и в том числе представители православной церкви, и для них мы представляем большой интерес, потому что это поле диалога, поле проведения совместных программ, и не случайно Казанский федеральный университет за последнее время стал действительно дискуссионной площадкой, на которых мы обсуждаем самые важные и значимые вопросы современности. Хорошо, я как раз предлагаю сейчас посмотреть с нам небольшой ознакомительный ролик, который нам расскажет о Центре Исламика. Сегодня Татарстан имеет третий в России по численности и потенциалу корпус исследователей-исламоведов. Ведущие эксперты в области изучения ислама объединились вместе под крылом Казанского федерального университета на базе Международного координационного центра «Исламика». Процессы, проходящие в мусульманском обществе, сегодня так или иначе затрагивают весь мир. Эксперты Центра Исламика дают объективную оценку ситуации, выявляют тренды и тенденции, складывающиеся в российско-мусульманском сообществе. Директор Центра – научный руководитель Института Востоковедения Российской Академии Наук Виталий Наумкин. Центр тесно сотрудничает с ведущими российскими и зарубежными экспертами, такими как Михаил Петровский, Александр Кныш, Ефим Резван, Марина Сопронова, Тауфик Ибрагим, Михаил Кемпер, Стефан Дюдуаньон, Эдвард Лаззерини, а также духовными лидерами Равилем Гайнуддином, Талгатом Таджуддином, Камилем Самигулиным, Альбиром Кыргановым, которые уже выступили в Центре Исламика с лекциями и презентациями. Центр Исламика уже стал экспертной площадкой для Приволжского федерального округа. Следующая ступень – выход на всероссийский и международный уровни. Ресурсный Центр по развитию исламского и исламоведческого образования. Это богатый аудиторный фонд, позволяющий проводить занятия, круглые столы и семинары на самом высоком уровне. Аудитории могут одновременно принять более 300 слушателей. Ежегодная школа мусульманского лидера Махалля, которая собирает мусульманскую молодежь со всей России. Ежегодная летняя школа ислам в Евразии, зимняя школа по мусульманскому праву. Анализ религиозной ситуации в мусульманском сообществе всего Приволжского федерального округа. Более 100 учебных пособий и монографий. Курсы повышения квалификации для мусульманских деятелей. Курсы для имамов и сотрудников, работающих в системе исполнения наказаний и ведущих работу в тюрьмах и колониях Татарстана. Портал видеолекций в открытом доступе. Мультимедийный проект «Татаро-мусульманская культура по Волжье», разработанный совместно с Университетом Индианы США. Ресурсный центр по развитию исламского и исламоведческого образования работает в сотрудничестве с Духовным управлением мусульман России, Центральным духовным управлением мусульман России, Духовным управлением мусульман Татарстана, Российским исламским институтом, аппаратом президента Республики Татарстан. Международный координационный центр «Исламика» и ресурсный центр по развитию исламского и исламоведческого образования открыт для взаимодействия с образовательными и исследовательскими институтами, а также органами государственной власти и управления. Ну что ж, мы сейчас посмотрели ролик об «Исламике». Я хотел предоставить слово Леле Ледусне Алмазовой. Это заместитель директора по образовательной деятельности Ресурсный центр по развитию исламского и исламоведческого образования ИМОИВКФУ. Прокомментируйте, пожалуйста, ролик. Мы много всего там увидели. Вкратце, что вы можете выделить из этого? Я думаю, что у нас будет сегодня еще длинный разговор по поводу нашего центра. Я просто хотела бы остановиться на двух моментах, которые, может быть, отражают уникальность нашего центра. Первый момент – это то, что Тарамир Ильич говорил. Действительно, преемственность необходимо учитывать. То есть, если в 90-е годы к нам приезжали шакирды, обучившиеся в Саудовской Аравии, и пытались построить систему мусульманского образования на основе того, как это принято там, проучившись там 10-12 лет, то есть они едут туда в 18-17 лет, приезжают в 26-30, то есть это сформировавшиеся люди. И, естественно, если ты переносишь цветок, выросший на одной почве в другую, к которому он не привык, всегда получается такой конфликт. Это и несколько такая сложная ситуация. Поэтому наш центр занят именно взращиванием наших цветов на нашей местной почве. У нас есть богатая тысячелетняя история мусульманской традиции. У нас есть богатая история мусульманского образования. Медресе Ишбуби, Галия, Медресе Мухаммадия, различные медресе при деревнях, деревнях, которые привлекали шакирдов не только среди татар или башкир, но и из Казахстана, из Средней Азии. То есть вот поэтому мы и ставим своей целью учет древних традиций, учет татарского богословского наследия, других народов, которые внесли свой вклад в развитие мусульманской мысли в Российской Федерации. И таким образом мы пытаемся максимально учитывать не только еще и прошлое, но и настоящее. Дело в том, что мы живем в светском государстве, в Российской Федерации, где шариат не является государственным правом. Но тем не менее какие-то элементы шариата вполне допускаются и с точки зрения светского права. Поэтому мы учитываем и историческое прошлое, и настоящее положение мусульман в Российской Федерации. Так у нас курсы идут по фикху, где, например, рассматриваются вопросы использования банковских карточек или банковских накоплений. То есть вот все эти многоплановые, разноплановые моменты мы пытаемся учитывать и передавать эту эстафету мусульманского образования из прошлого и будущего. И второй момент, который я хотела бы отметить, касается того, что тоже, если взять исторически, у нас были такие деятели, как Каюм Насыри, Шагабуддин Марджани, Ризидин Фахреддин, которые внесли вклад не только в мусульманскую мысль, но и в такую научную мысль. И это, в принципе, нигде почти больше, ну, мало где встречается. То есть либо у нас есть светское исламоведение, либо у нас есть такое богословие, которое не учитывают, и они практически не соприкасаются. В нашей же ситуации у нас были исторические этапы, где наука и мусульманская, и светская, они вполне использовали общую площадку для нахождения решений, для понимания культуры, традиций. И поэтому у нас в центре и у нас на сайте вы увидите и учебники религиозного содержания, и светского содержания, и увидите, насколько они не противоречат друг другу. Я считаю, что это действительно очень интересное достижение, которое достойно стать предметом изучения других регионов. Хорошо. Еще один вопрос. В связи с последними событиями с исламом, то, что на религиозной почве возникают некоторые конфликты, какие исследования центра помогли все-таки решить политическую обстановку в таком духе? Не совсем понятен вопрос. То есть вы имеете в виду, у нас в Татарстане проблемы? Нет. Если позвольте, я тогда сразу внесу ясность. Дело в том, что помимо образовательной составляющей, помимо научной, очень важна деятельность нашего центра в качестве аналитического, экспертного заключения. Но вместе с тем, вы абсолютно правы, сегодня в современных условиях на первый план выходит уже серьезная и глубокая аналитика. И совершенно не случайно, вот в фильме вы видели отрывок о том, что научным руководителем центра является выдающийся российский отечественный востоковед, арабист, специалист в области международных отношений, Виталий Вячеславович Наумкин. И на сегодняшний день он официальный представитель Российской Федерации и активно участвует в переговорном процессе, в том числе и по Турции, и по Сирии. И один из сегментов нашей работы, он тоже очень важен, это люди, которые попали в сложные ситуации, находятся, например, в местах заключения. Но это тоже часть нашего общества, и это инициатива нашего центра, надо это честно признать. На сегодняшний день, я думаю, этот опыт получит широкую поддержку и на федеральном уровне. Мы занимаемся подготовкой специалистов, а это очень сложная ведь категория, люди, которые умеют работать с заключенными, с мусульманами. Вы поймите ситуацию, в замкнутом пространстве, когда есть доступ к книге, и он один, и некому его поправить, он приходит с совершенно парадоксальным выводом. И, конечно, выходят очень жесткие люди с какими-то сложившимися своими представлениями о добре и зле, о мире и о ценностях. То есть он продактовал ее так, как хотел? Совершенно верно. И вот наша задача подготовить тех людей, имаму в первую очередь, священнослужителей, авторитетные, которые могли бы работать с этой категорией наших же граждан и вести соответствующую работу по адаптации его, собственно, к реалям сегодняшнего дня. И мы проводим все свои обсуждения со специалистами аппарата президента, правительства, различных силовых ведомств и, естественно, духовного управления Республики Татарстан. И за последнее время не просто укрепилось, а очень тесное взаимодействие с духовными управлениями как в Уфе, так и в Москве. Все наши мероприятия, крупнейшие в России, они проходят сейчас под грифом Казанского федерального университета. Какого уровня это мероприятие не было, это означает, что мы не просто участвуем, мы чаще всего и организационно сопровождаем, ресурсно обеспечиваем, и все наиболее значимые научные, богословские мероприятия, которые проводит Московский государственный университет, Санкт-Петербург, Уфа, Духовное управление Москвы и Уфы, они проходят в тесном взаимодействии с нами. У меня следующий вопрос. На базе Исламского центра существует проект «Лектория Исламика». Каких ученых туда планируется пригласить? Дело в том, что вы правы, в основных вопросах он существует и реализует свою программу достаточно успешно. И на сегодняшний день мы можем назвать десятки фамилий известных наших востоковедов, не только российских, но и зарубежных, которые прошли уже школу «Лектория». Речь идет именно о лекциях, на которые приглашаются все желающие, не только представители нашего Казанского федерального университета, но и религиозных, общественных организаций, различных представителей духовных управлений. И наши приглашенные гости читают лекции и высказывают свою точку зрения по самому широкому кругу проблем. Это не только хронические науки, это не только отношения светского и религиозного, но и очень важные и значимые проблемы сегодняшнего дня. И эти лекции проходят с регулярной периодичностью. По крайней мере, мы вышли на график в две недели приглашенный специалист. Но есть принципиальная договоренность с Витальем Вячеславовичем Наумкиным о том, что мы с осени стартуем фактически в еженедельном марафон. У нас начнется и все лучшие преподаватели светские института востоковедения Российской Академии Наук, Московского государственного университета, института стран Азии и Африки, представят свои проекты, лекции на нашей площадке. А это, я вам скажу, дорогого стоит, потому что мы не только фиксируем, то есть записываем каждую лекцию, мы ведем открытые трансляции, размещаем в интернете, на собственном сайте. У нас есть площадки и в Ютубе, и в социальных сетях, поэтому широкий доступ к этим замечательным людям, к их познаниям, это действительно хорошая возможность приобщиться к серьезной науке. Добрый день, меня зовут Галима Фринанд. Как мы недавно видели в ролике, ну и сам участие в институте, я видел то, что часто, ну и участвовал, часто приходят различные духовные лидеры в наш институт, проводят всякие презентации или лекции. В связи с этим возникает вопрос, будут ли как-то использованы духовные лидеры в обучении студентов в светском вузе? Хороший вопрос, и на самом деле весьма дискуссионный. Если взглянуть на площадки интернет, как раз вокруг Казанского федерального университета, и вот бушуют страсти. Говорят о том, что, ну как же так, наш свободный, независимый Казанский университет, вдруг на своей площадке, на свою территорию, запускает клерикалов, они ходят в клобуках, они ходят действительно в чапанах, ну как же так. На самом деле общество, оно неоднородное, оно не стоит только из рафинированных интеллигентов. На самом деле общество не стоит только из рабочих и крестьян. Есть некая духовно-интеллектуальная сфера, и эти дискуссии, они должны проходить. Они должны не только в порядке обмена собственной позицией, но и диалога. И поэтому я вижу в этом преимущество Казанского университета, потому что духовные лидеры, причем очень высокого уровня, я имею в виду как мусульманское духовенство, так и представители московской патриархии, они действительно с большим удовольствием встречаются с молодежью. Ну как не здесь отвечать на те вопросы, с которыми к ним обращаются наши дети. И мне кажется, это очень важная позиция Казанского федерального университета. Здесь нет заигрывания, здесь желание понять и разобраться. Кроме того, не секрет, что духовная составляющая, она находит отражение в образовательной политике российского государства. Вот буквально недавно пришли сообщения о том, что учреждается диссерционный совет по направлению подготовки теология. А это означает, что те люди, которые проходят подготовку религиозных образовательных учреждений, имеют возможность найти специфичные темы, защищать уже и кандидатские, и докторские диссертации. И это тоже становится реальностью сегодняшнего дня. И то, что вы видите часто, ну, действительно, мы любимое детище, в том числе и духовное управление мусульман Республики Татарстан и Российской Федерации. И если вы обратите внимание, на втором этаже у нас даже есть отдельный кабинет, на котором написано «Представительство духовного управления мусульман Республики Татарстан». И там часто работники духовного управления, сам муфти готовятся к выступлениям и к лекциям. Так что есть все возможности для того, чтобы расширять представительство наших коллег. Спасибо. Добрый день. Рустамбекова Камила, студентка третьего курса. Сегодня как раз-таки очень популярны школы по работе с молодежью. Мне хотелось бы узнать, проводятся ли в центре подобные школы данной мероприятии? Спасибо. Камила, спасибо за вопрос. И попало в точку, потому что вот с приходом Резидея в работу нашего центра, ну, это направление у нас действительно получило такое достойное распространение. Значительное количество школ, причем по сезонам мы их даже делим. Это у нас и летние, и зимние школы по направлениям. И все это благодаря вот нашим уважаемым девушкам Резидея Ханум. Вот я хотел бы, чтобы вы тоже высказались. Она пришла с шикарной инициативой. И впервые, наверное, на этом пространстве мусульманской умы собрались молодые лидеры. Это действительно так. Это молодые имамы, это думающие, мыслящие. И Казань, наш институт, университет, стал реальной площадкой. И какой сезон мы уже проводим, какие чтения. В этом году третий раз планируем. Да, да, третий сезон. Спасибо. Да, действительно, работа с молодежью – это очень важное направление. И если у нас религия отделена от государства, то она не отделена от общества и от членов этого общества. И среди верующих есть как молодые, так и разные поколения. И очень важно, вот какое новое поколение сейчас взращивается, что у них будет в головах, какие ценности они будут нести. И сейчас появилось совершенно новое поколение, уникальное, которое религиозно. И причем оно религиозно не от родителей это переняло, а сами своим индивидуальным поиском пришли к такому вот религиозному восприятию мира. И очень важна работа с ними. Очень много среди них таких умных, интересных, инициативных ребят, которые хотят жить в этом государстве, быть полезным этому государству. И чтобы их образ жизни соответствовал предписанию своей религии. И демократическое общество именно в этом и состоит, чтобы были возможности для всех жить в соответствии со своими ценностями. И вот школа мусульманского лидера как раз ориентирована на то, чтобы собирать таких инициативных, потенциальных ребят, молодых, которые реально хотят что-то полезное для своей страны и делать для мусульманского сообщества. Мы приглашаем экспертов, это и религиозные деятели, это и ведущие исследователи-исламоведы, это и какие-то общественные деятели, которые что-то сумели создать и зарекомендовать себя в нашей общественной деятельности, в нашей стране. И лекции, мастер-классы, тренинги, формирование проектов, это реальная проектная деятельность. Ребята выдвигают конкретные идеи, им прикрепляются наставники, которые ведут их, подсказывают, как взаимодействовать с государственными органами, как взаимодействовать с общественными организациями. — Представляете, получается, каждый студент может прийти в этот центр и также проходить какое-то обучение, или есть какие-то все-таки ограничения, то есть после третьего курса или когда уже выпускниками не становятся? — У нас совершенно разные формы работы. Вот если мы говорим про школу мусульманского лидера, то там заявки подаются, и обязательно туда приходят именно те, у кого есть идеи с каким-то проектом, чтобы реализовать проект, видение конкретной какой-то деятельности. У нас есть летняя школа, допустим, «Ислам в России». Это уже молодые исламоведы, это уже молодые исследователи. Также создается для них площадка, где они могут совершенствовать и глубже погружаться в объект своего изучения и взаимодействовать уже с профессионалами, более старшими экспертами. Это зимняя школа «Исламское право». Там уже своя специфика, да, как взаимодействует светское право и норма шариата в нашем государстве, как можно решать противоречия, которые там могут возникать, да, и какие-то задачи, которые сегодня возникают перед мусульманами в условиях светского государства, как можно решать эти задачи с привлечением специалистов по исламскому праву, Сюкьянин, ведущие эксперты в нашей стране по исламскому праву, и также зарубежных специалистов приглашаем. Совершенно разные могут быть формы. Это могут быть творческие проекты. Допустим, мы вот решили не только ограничиваться чисто образовательными какими-то технологиями, но и ислам, в первую очередь, для нас это же имеет очень важную такую культурологическую составляющую, да, это этничность татарская переплетена с религиозной идентичностью, и поэтому, допустим, вот мы делаем фильмы, тоже есть такие проекты, понять, что же такое ислам для татар, что такое ислам в нашем регионе, в чем специфика именно вот нашего регионального татарстанского ислама. Нам часто приходится слышать, что есть специфика своя, особенность, и вот в чем же она, вот мы пытаемся в этом разобраться, как исследовательскими, так и творческими методами. Я могу присоединиться и добавить, что не только культурологически, не только образовательные, не только научные, экспертные, но вполне практическая деятельность по актуальным вопросам сегодняшнего дня. Речь идет, например, о том, что Татарстан стал площадкой для внедрения системы, так называемой, партнерского банкинга. То есть речь идет о неких принципах исламской финансирования в банковской системе. И, естественно, Казанский федеральный университет не может остаться в стране, и наши специалисты, мы совместно с нашими коллегами, во главе с директором института на Иллюи Гумировны, Багуддиновы, мы стали той площадкой, которой будет заниматься, собственно, и подготовкой специалистов. И речь идет о том, что это совершенно конкретные факты нашего взаимодействия, например, с коллегами из малазийских университетов, разработки программ. И это только одно из тех направлений, которые мы реализуем с точки зрения востребованности для экономики, для социально-экономических отношений в Республике Татарстан. У нас просто остается не так много времени, и обязательно хочется поговорить именно о ресурсном центре Всемирного культурного наследия, который, я думаю, не так давно появился у нас на территории Казанского федерального университета. Это замечательный проект, и это связано с тем, какое место занимает наша республика в сфере сохранения, изучения, популяризации, музеификации истории культуры наследия. Конечно, благодаря программе «Тысячелетие», как Казани и Лабуги, было уже много сделано с точки зрения изменения отношения жителей Татарстана к истории культурного наследия. Но то, что происходит в последние годы, в 2010 году, созданием Республиканского фонда возрождения памятников и лично Митимир Шариповича Шаймеева, на сегодняшний день созданы все условия для того, чтобы именно мы, Татарстан, Казань и Казанский федеральный университет стали той базой и основой для не только проведения, а открытия собственного направления, которое в России до сих пор не было открыто. Мы на сегодняшний день создали все условия для образовательных программ. Мы, наверное, единственные в России, а это не наверное, а точно, которые готовят специалистов, археологов как профиль. Понимаете, да, от начала, собственно, бакалавриат, магистратура, аспирантура, докторантура, полный цикл, причем очень разнообразный. Это не только историк, но это и специалисты в области различных технологий. Поэтому открыт Центр археометрии, который вобрал в себя пять лабораторий, самые различные, в области палеогенетики. Это взаимодействие с нашими айтишниками, взаимодействие с нашими химиками, физиками, инженерами. И здесь накоплены настолько удивительные методики, открыты новые технологии. Началось взаимодействие с ведущими лабораториями и центрами Европы и Америки. Например, только при лабораторных анализах Троицкой церкви, вы знаете, Свияжской, а мы участвуем в этом проекте, наряду с Институтом археологии Академии наук Республики Татарстан. Были задействованы не только наши российские исследователи, но и исследователи целого ряда европейских. Германия, Швейцария, Турция, Соединенных Штатов Америки. И все это дает теперь возможность говорить, что у нас очень серьезный опыт и в образовательной, и в научной деятельности. И кроме того, в результате того взаимодействия с институтами различными ЮНЕСКО настолько крепкие связи в России, к сожалению, уровень экспертов, таких как созданный, я имею честь относиться к этой категории людей, это очень высокий уровень экспертов. И на сегодняшний день, и при поддержке Ишат Равкадыча, по инициативе Митимир Шариповича, именно такой ресурсный центр мы и создаем. Мы готовим не только людей, которые разбирают в стекле, кожи, керамики, но и в драгоценных металлах, и ювелирки, которые могут действительно себя проявить. Это возможности применения новых подходов, технологий, тех, которых нет в России. Поэтому мы и называем его ресурсным центром всемирной культуры наследия, потому что задача по Булгару-Севьяшску завершается. Но впереди новые площадки. Это и Великий Шелковый путь. Его российский сегмент — это сеть столиц татарских государств по Волге, Укек, Хажи Тархан и так далее. Это помощь оказания нашим коллегам из различных областей и республик с точки зрения подготовки номинаций для выдвижения объектов России для включения в список всемирного культурного наследия. Тот опыт, который использован, я целиком и полностью солидарен с ректором, всегда что-то должно остаться, всегда должно остаться плюсом. Не просто провести проект, программу, после этого должна быть создана или некая база, или подготовлены специалисты, или мы должны стать координирующим центром. Именно в этом направлении развивается институт, и поэтому можно сказать, что у ресурсного центра всемирного культуры наследия есть не только перспективы, но есть уже реальный задел. Иначе бы, честно говоря, университет свои возможности в развитии этих центров не вкладывал бы, потому что отдача, она значительно больше, чем те средства, которые на сегодняшний день удается привлекать. Мне кажется, действительно, проводится безумно колоссальная и серьезная, и очень полезная деятельность. И, на мой взгляд, конечно, было бы классно, если бы еще больше студенты были как-то в этом заинтересованы, и еще больше бы вникали в этот весь процесс, и становились бы высокими профессионалами, квалифицированными специалистами в этой области, и как раз-таки работали на благо общества, на благо того, чтобы исследовать что-то новое. Я желаю, конечно, всем больших успехов, в том числе развития всех этих центров. Я думаю, что мы не последний раз об этом говорим. Мы о многих центрах еще не успели с вами даже, в принципе, заикнуться. Поэтому дальнейшая встреча еще обязательно нам предстоит. На этом все. Большое спасибо за внимание. Вы смотрели ток-шоу «Твердые знаки». Мы его ведущие Виктория Новикова и я, Роман Плинцков. Смотри нас каждую неделю на нашем телеканале. До скорой встречи. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова